Каждый малыш двигается в индивидуальном графике, но далеко не всегда очень сильно или чересчур активно. Раньше во всех женских консультациях было принято настаивать на регулярном подсчете движения ребенка в утробе. Сейчас от этой практики ушли, взяв за основу опыт передовых стран, где такого исследования уже давно не проводят, чтобы лишний раз не тревожить беременных женщин. Но если вам сильно хочется убедиться в том, что с крохой все в порядке, попробуйте фиксировать его движения. Для этого воспользуйтесь одним из следующих вариантов. Отсчитайте 10 движений малыша в течение одного часа. Фиксируйте все, что вы чувствуете, толкание, шевеление, перекатывание, удар или прыжок. Отметьте 10 эпизодов движения ребенка в течение 10 часов. Считайте не каждый толчок, шевеление, а именно комплекс движений. Это и будет одно движение один раз в час. Имейте в виду, что могут быть часы, когда малыш спит, а значит практически не шевелится. Метод Пирсона. Эта методика подразумевает наблюдение за процессом шевеления плода на протяжении 12 часов, начиная с 9 утра и до 9 вечера. В это время женщине нужно максимально ограничивать физические нагрузки, чтобы это не снижало двигательной активности плода. Данные женщины вносят в специальную таблицу, ставят время подсчета и время каждого десятого шевеления плода. Также в нее фиксируют любые его движения. Если от первого до десятого шевеления прошло меньше часа, это вполне нормальная активность плода. Если прошло более часа, женщине нужно спровоцировать усиленные движения плода, полежать на спине, пройтись по лестнице, скушать сладкого. Затем подсчет нужно продолжить. Если шевеления редкие на протяжении всего дня, нужно обратиться к врачу для дополнительного обследования. Метод Кардифа. Суть этой методики также заключается в подсчете движения плода на протяжении 12 часов, но время начала подсчетов женщина выбирает для себя самостоятельно. В таблице отмечают время начала подсчетов и время, когда ребенок пошевелился десятый раз. Если десятое шевеление плода происходит ранее 12-часового интервала, тогда можно прекратить подсчеты. Если же на протяжении этих 12 часов плод шевелится менее 10 раз, нужна консультация врача. Метод Садовский. При данной методике шевеление считают после приема пищи вечером с 19 до 23. В это время шевеления плода всегда усиливаются в норме. Женщина записывает время начала подсчетов и ложится на левый бок, что усиливает двигательную активность плода. Если кроха на протяжении часа делает более 10 движений, тогда можно прекращать подсчеты. Если он шевелится меньше 10 раз, нужно продолжить подсчеты. Плохой признак при этом методе замедления движений плода, если их меньше 10 за 2 часа подсчета. В таком случае нужно будет применение дополнительных обследований. Важно прислушиваться к движениям плода каждый день. Если плод не шевелится 12 часов подряд и более, это очень тревожный признак. Нужно немедленно вызвать скорую и отправляться в стационар. Для плода допустимы периоды спокойствия, если он спит длительностью до 3-4 часов, но затем он должен вновь активно шевелиться. Если двигательная активность плода резко изменилась за 1-2 дня, замедлилась или резко усилилась, это также повод для обращения к врачу. Иногда плод беспокоен при неудобной позе, если мать сидит нога на ногу или лежит на спине. Ему поступает меньше кислорода, он может толкаться сильнее. Поменяйте положение, если плод не успокоится, стоит полежать, и если это не помогло, обратиться к врачу. Сильные и активные движения по всему животу могут давать близнецы. Об их состоянии по шевелениям судить сложнее, сложно понять, кто из них активен. Если характер шевелений резко изменен, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Доктор прежде всего подробно вас расспросит и проведет выслушивание сердцебиений плода при помощи акушерского стетоскопа. Оно должно быть в пределах 120-160 ударов в минуту. Если при обычном осмотре и выслушивании сердцебиения нормальные, будет показано проведение также исследования КТГ, на котором будет выявляться как сердечная активность плода, так и реакция матки на шевеления. По данным КТГ будет ясно, нет ли у плода признаков гипоксии и страданий внутриутробно. Также при плохом шевелении плода будет проведено УЗИ и доплерометрия. На них будет видно, как осуществляется кровообращение в сосудах матки, плаценты и плода, и нет ли признаков страдания плода от гипоксии. Если выявляются проблемы в двигательной активности плода, о каких проявлениях внутриутробного страдания плода, они могут говорить. Прежде всего, плод может изменить свою двигательную активность при развитии гипоксии, дефицита кислорода. Основные причины такого состояния – это заболевания женщины в виде анемии, патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, а также осложнения во время беременности. Приводят к гипоксии также разного рода кровотечения, недостаточность плаценты, прижатие плодом петель пуповины или их выпадение в родах, проблемы с плодом, резус-конфликт или пороки его развития. Острая гипоксия выявляется по резким изменениям в движении плода и выслушивании тонов сердца. Прихроническое будет более показательным проведение КТГ. В нормальных условиях на шевеление плода частота сокращений сердца усиливается в пределах 10-15 ударов. При гипоксии эти данные изменяются. Начальная стадия гипоксии приводит к беспокойству плода, что дает усиление и учащение его двигательной активности. Прогрессирующая гипоксия приводит к ослаблению или полному прекращению движений, поэтому будущим мамам с первых явных шевелений плода нужно всегда наблюдать за тем, как ведет себя кроха и сообщать об этом врачу на каждом приеме. Продолжительное отсутствие шевелений или резкое прекращение или изменение активности, безусловно, служит поводом для беспокойства. Поэтому, если малыш не перестанет от вас спрятаться, лучше постраховаться ультразвуковым исследованием. Это достаточно быстрый, безопасный и информативный способ убедиться в том, что кроха в полном порядке. В процессе ожидания исследования нужно попытаться вынудить шалуна к активности. Подвигайтесь, съешьте сладкого, задержите дыхание, примите теплый душ или ванну, не очень горячую, выпейте стакан теплого молока или некрепкого чая и лягте в кровать на бочок. Укутайтесь потеплее и согрейте животик руками. Откройте окна, чтобы обеспечить хороший доступ кислорода. Вероятно, ваше спокойствие взбодрит или разбудит малыша, если он спал и заставит переползти с насиженного места. Обычно именно когда мама расслаблена, у малыша начинается самая активная фаза. Если это не помогло, начинайте считать шевеление плода по любой из выше описанных методик. Поверьте, страх от временного отсутствия шевелений испытывает большинство будущих мам и в подавляющем большинстве случаев нас неосознанно пугают любимые детки, играющие с нами в прятки. Но если ситуация по-прежнему будет вас тревожить, обязательно свяжитесь со своим доктором и поезжайте в ближайший кабинет УЗИ или больницу. Движение малыша – одно из главных событий беременности. Сложно описать всю гамму чувств, которые испытывает беременная женщина, впервые по-настоящему ощутив присутствие малыша. Обязательно насладитесь этим моментом, сохраните в памяти эти невесомые толчки, чтобы потом вспоминать о них с нежностью. Активность ребенка всегда разная, на нее влияет время суток, чаще дети активничают вечером и ночью, состояние матери, если мать нервничает или в стрессе, ребенок может затихать или двигаться активнее обычного. Физическая активность матери – плод предпочитает двигаться, когда мама находится в покое или спит. Питание женщины – плод активнее шевелится после приема пищи, особенно если это сладости. Резкие звуки – плод может замирать от громких и резких звуков, либо активнее шевелиться в ответ на них. Длительная, неудобная поза женщины. Плод, чтобы мать сменила положение, начинает усиленно и резко двигаться. При любых обстоятельствах и проблемах необходимо правильно и качественно питаться в течение всей беременности и стараться заниматься спортом, даже просто ходьбой. Максимальные ощущения шевелений отмечаются с 24 до 32 неделю. Затем активность плода снижается, при этом движение его становится сильнее и отчетливее. Мать может понять, какой частью тела кроха шевелит. К концу беременности наиболее активно плод шевелит конечностями и головкой. Если предлежание головное, наибольшее движение ощущается под ребрами и у пупка. При тазовом предлежании шевеления наиболее активны в области малого таза. К вечеру ребенок всегда активнее движется, чем это происходит по утрам и днем. В среднем за час будущая мама может ощущать 10-20 толчков или шевелений. Могут быть промежутки без движения до 3-4 часов, если плод спит.